Сирийские СМИ, пожалуйста, представляйтесь и говорите, кому вы адресуете свои вопросы. Как вы оцениваете ситуацию там? Как вы видите ее развитие? Какие перспективы? И удастся ли удержать Алеппо и снова получить Пальмиру? Спасибо. Что касается ситуации в Сирии, конкретно по этим пунктам, все, что происходит в Пальмире, это результат несогласованных действий между так называемой международной коалицией, сирийскими властями, Россией. Я уже много раз говорил о том, что для того, чтобы быть эффективными в борьбе с террористами, нужно объединять усилия. Вопрос Пальмира, мне кажется, это чисто символический. Что касается военно-политического значения, то в этом смысле Алеппо, конечно, гораздо более важная тема. И я вот самых последних событий там не знаю, поскольку здесь уже нахожусь сутки, но судя по тому, что я вижу, происходит именно то, о чем мы договаривались, в том числе с президентом Турции, еще во время его посещения Петербурга. Мы договорились о том, что Турция окажет всяческое содействие в выводе тех боевиков, которые будут готовы сложить в Алеппо оружие. Прежде всего, для сохранения жизни мирных граждан. Это первое. И второе. Это состоялось после наших последних телефонных переговоров. Я очень рассчитываю на то, что сирийской армии после, безусловно, успешных боевых действий в Алеппо удастся закрепиться, а мирные граждане смогут перейти к нормальной жизни. Уже несколько тысяч человек вернулись в свои дома, даже полуразрушенные. Следующий этап – это достижение договоренности о полном прекращении огня на территории всей Сирии. Мы ведем очень активные переговоры с представителями вооруженной оппозиции, тоже при посредничестве Турции. И позавчера в телефонном разговоре мы договорились с президентом Эрдоганом о том, что будем предлагать конфликтующим сторонам, мы со своей стороны правительству Сирия, а президент Турции, представителем вооруженной оппозиции, продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке. В качестве такой площадки могла бы быть столица Казахстана – Астана. Если стороны конфликта согласятся, то мы обратимся к президенту Назарбаеву с просьбой поддержать этот процесс. Это не будет, если это произойдет, то это не будет площадка, которая будет конкурировать, скажем, с Женевской, но это будет дополнять Женевские переговоры. Во всяком случае, где бы ни встречались конфликтующие стороны, на мой взгляд, было бы правильно это делать и стремиться к политическому регулированию. Вот так мне видится перспектива. Хорошо. Итак, еще раз, японская пресса. У кого есть вопрос, пожалуйста, поднимите руку. Газета Санкея. Меня зовут Абер. Вопрос к господину Путино. Итак, в Ямагути, Токио, вы провели переговоры. Для вас, президент, в политической сфере, в экономической сфере, что является самым большим результатом, как в политической сфере, так и в экономической сфере. Итак, в совместной деятельности, как вы хотите это привести или провести к заключению мирного договора, не могли бы доступно объяснить. Что касается заключения мирного договора, у вас на днях была встреча с японской медиа, и вы сказали, это отчасти зависит и от гибкости наших партнеров. В свое время вы применили такое слово, выражение, как хикиваки. Но, что касается, кажется, что ваше личное мнение немножко отступил назад. Если вы требуете гибкость от японцев, то российская страна какую гибкость должна проявить? Для того, чтобы полноценно ответить на ваш вопрос, мне придется хотя бы очень коротко, хотя бы в двух словах, но все-таки обратиться к истории. Уважаемый господин Абер, я так и расслышал вашу фамилию, уважаемые коллеги, друзья, ведь Япония впервые получила острова Южно-Кужинской городе в 1855 году, когда адмирал Путятин окончательно, по согласованию с правительством России и императором, передал эти острова под японскую юрисдикцию, потому что до сих пор, до тех пор, Россия считала, что эти острова принадлежат ей, поскольку открыты русскими мореплавателями. Для того, чтобы заключить мирный договор, Россия эти острова передала. Ровно через 50 лет Япония посчитала, что этого недостаточно. И после войны 1905 года получила еще, как результат этих военных действий, еще и пол Сахалина. Граница тогда прошла по 50-й параллели северной широты. И еще взяла в концессию северную часть Сахалина. Кстати говоря, в одной из статей Портинского мирного договора Япония получила право также экстрадировать с этой территории и русских подданных. Они могли оставаться, но Япония получила право и русских подданных экстрадировать с этой территории, с Сахалина. Еще через 40 лет, после войны 1945 года, теперь уже Советский Союз не только вернул себе Сахалин, но и вернул острова Южно-Курильской гряды. Мы с господином премьер-министром вчера говорили, я читал эти очень трогательные письма бывших жителей Южных Курил. На наш взгляд, нужно прекратить исторический пинг-понг по этим территориям. Нужно в конце концов как-то понять, что фундаментальные интересы и Японии, и России требуют окончательного, долгосрочного урегулирования. Вот в чем все дело. Но вопросов здесь много, в том числе это и вопросы и хозяйственной деятельности, и вопросы безопасности. Ну, например, в 1956 году, когда Советский Союз и Япония близко подошли к разрешению этого спора и подписали, и не только подписали, но и ратифицировали декларацию 1956 года. Как мы знаем, это исторический факт, что Соединенные Штаты, которые считают, что у них есть интересы в этом регионе, практически устами тогдашнего госсекретаря господина Далласа объявили ультиматум Японии. Если Япония сделает что-то, что противоречит интересам Соединенных Штатов, то тогда Окинава уйдет полностью под юрисдикцию США. Почему я это говорю? Мы должны с уважением относиться ко всем государствам региона, в том числе и к интересам Соединенных Штатов. Вот это совершенно очевидно. Но что это означает? Это означает, что у нас, например, во Владивостоке, чуть севернее, две базы флота большие. Наши корабли океанской зоны выходят в Тихий океан. Мы должны понимать, что будет происходить в этой сфере. Но в этом отношении, имея в виду особый характер отношений между Японией и Соединенными Штатами и договорные обязательства в рамках договора о безопасности между США и Японией, как будут строиться эти отношения? Мы не знаем. Когда мы говорим о гибкости, мы хотим, чтобы наши японские коллеги и друзья учитывали все эти тонкости и все озабоченности российской стороны. Кроме того, мы вернулись к переговорам на базе декларации 1956 года, которая предполагала, если вы помните, возвращение Японии двух островов. Правда, непонятно на какой основе. Но окончательно декларация вступала в силу, и там это написано. После заключения мирного договора там много, очень много нюансов и проблем, которые мы должны профессионально, но очень доброжелательно в отношении друг друга и, главное, в отношении людей, которые так или иначе связаны с этими территориями, действовать для достижения конечной цели. Какая это конечная цель? Я вначале уже об этом сказал, сейчас ещё раз хочу повторить. Эти острова вполне, если будем реализовывать планы господина премьер-министра, могут стать не яблоком раздора между Россией и Японией, а наоборот, нечто объединяющим и Россию, и Японию. И если мы сделаем правильные шаги в направлении плана, предложенного премьер-министром, а он предложил создать отдельную структуру по хозяйственной деятельности на островах, заключить межправсоглашение, отработать механизм взаимодействия, на этой базе формировать такие условия, которые позволили бы нам добиться окончательного решения по мирному договору. Если кто-то считает, что мы заинтересованы исключительно в налаживании экономических связей, а мирный договор откладываем на второй план, это не так. На мой взгляд, самым главным является заключение мирного договора, потому что это создаст нам условия для долгосрочного взаимодействия в исторической перспективе, на средней и долгосрочной перспективе. Это важнее, чем деятельность на островах. Япония жила без сотрудничества с Россией 70 лет, без глубокого. И мы жили. Мы можем так жить дальше? Можем. Но это будет правильно? Нет, неправильно. Потому что если мы объединим усилия, конкурентноспособность наших стран и экономик многократно возрастет. Вот к этому мы и должны стремиться. Заключительный вопрос для российских СМИ. Пожалуйста. Добрый день. Павел Зарубин, телеканал «Россия». У меня вопрос к обоим лидерам. Вы сегодня уже несколько раз говорили о плане из восьми пунктов, которые в мае представил премьер АБА. И, как мы видим, в рамках этого плана сейчас уже под сотню совместных проектов. Но вот вопрос. Есть ли реальное будущее у этих проектов? И какие из них вы считаете главными? И вопрос к российскому президенту. Вы уже несколько слов сегодня об этом говорили. Как вам японское гостеприимство, кухня, горячие источники? Что вы успели попробовать, а может быть даже испробовать на себе? Спасибо. Итак, позвольте мне ответить. Что касается будущей судьбы планов из восьми пунктов, да, конечно, есть. Я всегда говорил, что японо-российские отношения – это отношения с самыми большими потенциалами. В наших отношениях создать, раскрыть большой потенциал, взаимовыгодный – это мое желание. И этим самым я хотел бы приносить пользу и японскому, и российскому народам. В мае в Сочи я предложил план сотрудничества из восьми направлений. И сейчас есть многие проекты, которые бы углублять наше взаимодействие, чтобы Япония могла принять участие в проектах, повышающих уровень жизни и комфортабельности жизни российского народа. Это, несомненно, будет вносить большой вклад в дело развития наших двусторонних отношений. Мы только что обменялись документами, и в рамках нынешнего визита президента Путина в Японию более, ну, примерно 80 проектов были подписаны, и многие из них уже конкретизируются. Это беспрецедентная ситуация в наших японо-российских отношениях, чтобы эти проекты, эти документы не остались на бумаге, но чтобы они оживили наши отношения и с душой продвигаются вперед. Я, как в сентябре, пообещала Владимиру, собираюсь принять участие в работе Восточной экономической формы в Заживостоке в сентябре следующего года, чтобы сам проверить и убедиться в продвижении этих проектов. Я сказал по поводу горячих источников, то мне удалось прикоснуться только к одному горячему источнику. Он называется, это сакен местного производства, называется Восточная красавица. Очень рекомендую, но думаю, что нужно знать меру, как у нас говорят. Спасибо. На этом мы завершаем совместную конференцию руководителей Японии и Российской Федерации. Журналистам просьба оставаться на своих местах, пока руководители двух наших стран не покинут этот зал.